Мы, наверное, с Димочкой Левши. Тут, друзья, надо заметить, что это на самом деле историческая фигня, и Дмитрий никогда, ну, по крайней мере, из того, что я помню, не делал вот таких вот срочных видосов. Видосов с выяснениями отношений. Это его первый видос, где он отвечает на какие-то претензии Коробка. Вот. Тут надо отметить, что до этого еще Коробок успел сделать тоже какой-то там свой обзор, я, правда, его не смотрел, на все, что вообще происходит в тусовке, и прошелся по каждому. Вот. Ну и, конечно, Левшу задело то, что сказали про него. Надо отметить, что вот это вот 30-минутное видео, оно больше не публичное, оно личное. Там Дима вскрывает очень много там каких-то личных вещей. В общем, все это похоже, честно говоря, на выяснение отношений между мужем и женой, да? Вот. И ты-то типа слушаешь такое, понимаешь, но понимаешь, что не до конца все понимаешь. Но кое-что личное я для себя вынес. Я вынес то, что Дмитрий очень жалеет о своей дружбе и общении с этим человеком. Я вынес для себя из этого видео то, что человек зазвездился, словил звездочку, вот. И ради какой-то своей... ну и стало понятно, что ради какой-то своей сиюминутной выгоды может, так сказать, наплевать на хорошее отношение каких-то людей. Ну, в принципе, это как бы неудивительно. Вот. Учитывая, сколько человеку лет, и что единственное его достижение – это битва блогеров в танчиках. Вот. Не осуждение, но всем нам когда-то было там 20-22, и все мы делали глупости. Вот. Также я вынес для себя то, что даже в личном общении, в каких-то личных историях и проектах как бы Коробок тоже косячит, и Дмитрий об этом упомянул. Вот. Плюс Дмитрий намекнул, что Коробкин может спиздеть своей аудитории ради своего доброго, хорошего образа. Но это все, на самом деле, мелочи. Я не хочу на этом останавливаться, потому что это все-таки их личное. Вот. И не хочу сейчас никому какие-то там замечания, претензии и так далее. Это все херня. Меня больше другое заинтересовало. Дмитрий практически напрямую сказал, что в этом видосе это есть, что какой-то сотрудник Wargaming'а сливал Коробку личную переписку левши с ВГ. То есть был левша, был у него там какой-то чатик с кем-то из ВГ, и потом информация из этого чатика, причем неверно истрактованная и неверно донесенная оказалась у Коробка. И вот это, ребятки, мне кажется, самое интересное. Я не буду вам говорить, я же говорил, но просто мотайте на ось, да? Сотрудники ВГ сливают личную переписку одного блогера другому. Блин, что? 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 Это снег, если что, упал. Что происходит в этой компании? Это вообще нормально? Это пиздец. Далее, друзья, у нас Паша Амвей, который, собственно говоря, и запустил весь этот круговорот говнометания и выпустил новый ролик, который называется «Жесткий ответ». Вся правда о матпаке Юр Саныча, ну и ответка, ну и так, типа, обиженному Джову. Хочу заметить, друзья, что наш дорогой Паша всем своим видом во всех своих там пабликах, Вконтакте и комментариях показывал, что ему плевать на Джова, что он просто смеется с этого одесского дурачка. Но в заголовочке Юр Саныч с большой буквы, а Джов с маленькой. Если вы думаете, что это случайность, да нет, ребят. Просто у пацанов настолько, и девчат на том конце провода настолько сильно попочка подгорела, что они решили хотя бы вот так унизить этого одесского матерщинника. Ладно, если серьезно, там внутри видоса опять телега про Юшу, там огромная, длинная. Не буду я опять разбирать, потому что свое мнение по этой истории уже рассказал. Ну и, конечно же, Паша прошелся по мне, но, к сожалению, ни на одно из моих замечаний он не ответил. Я тут, ребятки, даже никак это все комментировать особо не буду, не буду разбирать. Это все можно было разобрать над цитатой и просто разъебать. Но это уже будет прям откровенное такое какашко-метательство. И ни к чему оно не приведет. Его зрителей я вряд ли смогу убедить. Мои зрители и так это все понимают. Поэтому я скажу лишь одно. Скорее даже не для своих зрителей, а для зрителей МВ. Ребят, ни на один мой аргумент Паша не ответил. Он просто съехал с темы. Аргумент о его лицемерии с матпаком Юшей и матпаком Корбена он не ответил. Аргумент о том, что он раньше всегда топил за то, чтобы не сраться, сохранять нейтралитет, быть позитивным. А сейчас он сам начинает сраться и сам запускает всю эту волну. Он тоже ничего не ответил. Ну и последний аргумент по поводу его истории с Котелком, со стриминг-котелок, там где он очень жидко обосрался и, мягко сказать, выставил себя в не очень хорошем свете перед всеми остальными танковыми стримерами и блогерами. На это он тоже ничего, конечно же, не ответил. Потому что отвечать нечего. Поэтому самый такой простой способ в этой ситуации, это выставить себя жертвой и сказать, что все вокруг плохие, а он хороший и весь такой вот добрый, пушистый. На это я ничего говорить не буду. Смысла, честно говоря, нет.